Шаббат шалом! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Ваикра. Написано, что человек, который совершил грех, он должен раскаяться и вернуть в первую очередь то, что он себе присвоил. Вернуть награбленное. То, что он взял нечестным путем, вернуть. После этого только может наступить раскаяние. И тогда он уже после всего, что он уже сделал, вернул все, тогда он приносит жертву, которую укажет Коэн. Один из видов нарушений этой заповеди является ложная клятва. Даже если она неумышленная. Вот неумышленная ложная клятва. Человек считает, что он прав. Но разве он может во всем быть уверен, что это так и есть? Показан пример. Две женщины решили печь хлеб. Одна женщина пришла к своей соседке домой, там они пекли хлеб. Она сняла свое платье, и у нее было три монеты. И она эти три монеты завязала в платок, чтобы они были в сохранности, положила. И не заметила, как эти монеты выкатились из платка и попали в тесто, которое они замешивали. Так случилось. Потом она обнаружила, что монет нет. И она сказала, вот у меня были монеты пропали. Ее соседка, с которой они месили тесто, она хотела от себя отвести подозрение. Она была уверена, что она ж ничего не взяла. И она сказала, что если я взяла, то пусть мой сын младший не живет. И говорится, что в небесном суде рассмотрели это дело и нашли, что она виновна. Какие-то грехи или вот этот грех, что она не имела права клясться сыном. И ее сын умирает. Сразу же такая беда случилась. Муж женщины, у которой пропали эти динары, говорит, пойди утешь соседку. У нее такое горе. Она пошла к ней, принесла хлеб, чтобы они поели, как утешительную трапезу сделать. И когда они разломали этот хлеб, там оказались эти монеты. И с этого мы учим, что человек, даже если он уверен, не должен спешить дать клятву. Клятву вообще не дается. Вы же говорите, никаких клятв, никаких обетов. Ничего не давайте. Потому что это страшное дело. Человек не может быть уверен во всем. Если мы что-то обещаем, мы говорим, без обета. Мы не говорим, что убьют сто процентов, мы это сделаем. Вот как сказали. Нет, без обета я это сделаю. Без обета я буду там, где должен завтра, допустим, быть. И мы знаем такой пример, что Всевышний разрушил 2000 провинций Цераяная. Только потому, что они давали клятвы. Вот, допустим, он говорит, я буду завтра в таком-то месте четко. И выполнял даже. Но Всевышний все равно за это разрушил. Потому что клятву человек не может давать. И обеты никакие он не может гарантированно выполнить. Потому что все зависит от Всевышнего. Мы не знаем, что с нами завтра будет. Еще один пример ложной клятвы тоже приводит Медраж. Говорит, что, как его зовут, этого человека, Бартолмеон. Человек у него, дал ему на хранение Бартолмеону, дал 100 серебряных динаров. Дал ему 100 монет. Когда он пришел за своими динарами, то говорит, я тебе уже все отдал. Он говорит, как ты мне отдал? Говорит, поклянись, что ты мне отдал. Бартолмеон боялся поклясться. Он говорит, завтра придем в суд, и я там поклянусь. Бартолмеон взял эти 100 монет, вложил в посох. Как-то их туда. Видно, был пустой внутри. Вложил в посох и пришел в суд. И когда надо было дать клятву, он дал кому-то в суде подержать этот посох. Чтобы предстать перед судом, дать клятву. Тот человек, тот человек, посмотрел, что посох что-то очень тяжелый. И он стукнул им по полу, посох сломался, и оттуда выпали эти монеты. Тогда он, Бартолмеон, сказал, что вот все, что тебе принадлежит, с этого посоха, вот это твои монеты. Как-то так. То есть, Всевышний раскрыл его планы. То есть, человек не спасется. Если Всевышний решит, что человек должен быть наказан, он будет наказан. Никуда он не денется. Ничего его не скроем. Ничего. Самое главное, человек не безгрешен. Он не может решить. И Раша в благоценной памяти пишет, что нет человека, который не совершает никаких грехов. Такого нет. Это просто невозможно. У нас за всю историю человечества были четыре человека, которые не нарушили ни одной заповеди. И это известно, что это Бенемин, двенадцатый сын Якова, это Амрам, отец Маше, это Килав, мудрец Стора был, сын Давида, и отец Давида Ишай. Вот это единственное, кому удалось не нарушить ни одной заповеди уже. Остальные люди этим не могут похвастаться. Вот так. Поэтому мы не должны давать точно никаких клятв, никаких обетов. Если уже в случае, что решили, надо прийти в комент, сказать, я совершил ошибку, вот я все верну, в каком-то случае надо вернуть еще пятую четверть стоимости. То есть если украл 100 рублей, надо вернуть 120. Допустим, все зависит от того, что случилось. Если человек действительно украл, его нашли, у него украдено, то двойную стоимость он должен уплатить. Допустим, если, как мы читаем, что если это бык, то в 5 раз больше, если уже зарезал быка, продал, если за овцу, то в 4 раза больше. Все зависит от того дела. Это огромный, огромный свод законов, которые изучают судьи, изучают коины, изучают раввины, к которым надо обращаться в этом случае. И чем быстрее раскалываться, тем лучше. Нужно вернуть и принести жертву, и чтобы грех твой искупить. Вот так вот. И тогда нам будет лучше. Главное, что мы вовремя опомнились и старались не грешить. Чем меньше грешим, тем меньше будет нас проблем с этим. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за всех весь наш список, который мы с вами читаем. Чтобы все были здоровы, всем счастливы, всем желаю крепчайшего здоровья. Пусть срочно закончится эта страшная война. До следующих встреч. Шаббат. Шалом. Шаббат. 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 Шаббат.